Вы часто цитируете Розанова, а у святого Иоанна Кронштадтского нашел запись в предсмертном дневнике о нем 15 августа 1908 года. «Господи, запечатлей уста и суши пишущую руку у Василия Розанова, глаголящего неправильную хулу на всероссийский киевский съезд миссионеров. Я так понял, что отец Иоанн неодобрительно отзывался о деятельности Розанова». Да, святой и праведный Иоанн Кронштадтский, ныне живущий на небесах, лучший священник православной церкви российской, лучший. Всех ее эпох, плохо относился, мягко говоря, к Розанову, впрочем, также и к Толстому. То есть в дневниках можно встретить его пожелания разных наказаний для богохульствующего графа. Но это лишь говорит нам о том, что совершенство совершенных несовершенно. То есть лицом к лицу было трудно, то есть Иоанн Кронштадтский богоносец, он реальный, богопросвещенный человек. Но и от него может быть закрыто что-то вот в условиях исторических, он может, как бы, значит, не все понять. И, как бы, тоже очень важная тема, если нам кажется, что святые знают все, то мы ошибаемся. Святые не знают все и не могут знать все люди, даже святые, потому что все знает только Бог. И Богу не угодно открывать людям все. То есть люди должны учиться друг у друга, там, вникать, заблуждаться иногда, чтобы смириться. Да, то есть для меня это не является проблемой, потому что сам Розанов был непонятен в свое время. Это был для одних какой-то очень странный человек, для других это был самый гениальный человек своего времени. А вот на удалении, на удалении, мы теперь видим вот вклад Розанова в русскую культуру. Он совершенно уникальный. Розанов реально гениальнее всех тех, с кем он общался. Гениальнее и Толстого, и Горького, и Мережковских, там, значит, ну, Горький, вернее, там, с другой боку припек. Там и Мережковских, там, скажем, там, и Соловьева, например, совершенно титанического философа религиозного Владимира Сергеевича Соловьева. Розанов гениальнее всех на три головы. Это, ну, по моему ощущению, например, по мнению многих его исследователей. Он парадоксальный, он юродивый русской философии, понимаете, он юродствовал. А юродивого нужно не любить, юродивого нужно бить, нужно гнать. Юродивого не надо понимать. При жизни юродивого не понимают. И Розанова никто не понимал при жизни. Его считали юдофобом, половым развратником, певцом семейных будуаров, там, любителем, там, не знаю, там, наваристых щей, как бы, значит, и парадоксально бессовестным писателем. А на самом деле у него было только две темы в жизни. Бог и семья, больше ничего его не интересовало. И он критиковал современную действительность российскую, но любил царя и любил церковь. Своей устранную любовью, но он молился. Он странно умирал, но умер под покровом преподобного Сергия в Лавре. Короче, вот это вот столкновение великих, оно в данном случае отчасти объясняется тем, что Розанова юродивый русской философией. А сегодня уже можно снять эту напряженность, этот вопрос, потому что, например, отец Иоанн Кронштадтский, повторяю, он не любил Толстого, но терпеть не мог вообще, если честно. И если бы от него зависело, то Толстой бы умер еще в юности, вернее, в молодости, не дожив до яснополянского бегства. Но это была не воля, так сказать, не воля отца Иоанна. И получается, что мы должны? Мы должны изучать Толстого или нет? Должны. А почему? Да потому что одна из сияющих вершин мировой литературы, это достояние России, наша гордость. Независимо от того, что Толстой в конце, значит, повредился в вере и уме, стал врагом церкви и подпал под анафему, справедливую анафему, к сожалению. И мы должны поминать молитвенно, чтить отца Иоанна Кронштадтского и должны изучать «Войну и мир» и Анну Каренину. Наша двоякая такая обязанность. Мы ошибемся, если, скажем, Толстого буду читать, Иоанн Кронштадтский, тогда я тебя не люблю, потому что он его не улюбил. Это грубейшая ошибка. Или я, подсказать, буду любить Иоанна Кронштадтского, а Толстого ненавижу вместе с ним. Осторожней. Толстой, как писатель, достоин внимания. Так же Розенов. Слушайте, мало ли кого при жизни не любили. Если мы подсчитали бы число епископов, которые ненавидели Иоанна Златоуста, мы бы ужаснулись. Там были сотни епископов. И расхожей была такая фраза патриарха Александрийского Феофила. Он говорил, потом эта фраза перешла к Кириллу, его племяннику. Он говорил, что если Златоуст епископ, тогда Иуда тоже апостол. Эту фразу, как пословицу, произносили при жизни Златоуста и вскоре после его смерти. Изгнаннической. То есть его ненавидели лютой ненавистью православной архиереей на Востоке. Всего Востока почти. И столичного города. А потом, как бы, большое видеться на расстоянии, история отдалила людей несколько от Златоуста, и перед ними выросла гора под именем Иоанн Златоуст. «О, Боже, что же мы делали? Мы гнали святого человека. Что мы делали вообще? Кто, как?» Поэтому при жизни можно ошибиться. При жизни можно не распознать таланта, гения, способности. А потом уже сверху, слушай, а, вот оно что. Поэтому мы будем выражать такую робкую надежду смиренную на то, что батюшка Иоанн, стоящий пред престолом Божиим, уже имеет другие мысли о душе Василия Розанова, кости которого погребены в Гефсиманском скиту Трои Церкви Лавры. Одна из дочерей его была монахиней, скончался он от голода после революции и проклял ее, как умел проклясть только он, за ее тупое, хамское безбожие. И умер он все-таки с верой, причастившись. Поэтому, может быть, вот там уже это снимаем. Вообще там все снимается, там все по-другому.